Здравствуйте! Как сохранить облик исчезающего Владимира? Сегодня мы поговорим о мозаиках на стенах домов. В гостях у нас урбанист Артём Черней. Здравствуйте, Артём! Здравствуйте! Ну вот, наверное, один из первых моих вопросов касался вообще визуального образа Владимира в целом, современного. Но если вот сосредоточиться на мозаиках, на том, что осталось нам в наследство относительно недавних пор, то есть не памятники Белокаменного Зодчества, а вот 80-е и 90-е годы, вот что можно сказать об этом и вообще много ли у нас таких мозаик на домах? Я бы, пожалуй, начал с того, что сила Владимира, почему мне лично Владимир очень нравится, и туристы наверняка за этим тоже приезжают, Владимир, он очень разнообразный, он очень-очень разный. Несмотря на то, что главными изюминками являются Белокаменные соборы, и именно имя прежде всего славен Владимир. Но этим нельзя описать то, что мы видим, приезжая в город. Здесь много-много всего, и в том числе это феномен советских мозаик, как большое явление советского периода, и Владимир это явление не обошло. На нашем сайте мы сделали небольшую карту, не утверждая, что мы все объекты успели туда нанести, но, по крайней мере, самые знаковые мозаики там уже есть. И уже сейчас можно утверждать, что в этом большом феномене советской мозаики на территории всего Советского Союза есть особая Владимирская школа, особая Владимирская мозаика. Там очень много интересных композиций, которые были сделаны Владимирскими художниками. И прежде всего выделяется мозаика на доме номер 2, на улице Юбилейной. Это мозаика, которая воплощает в себе все традиции белокаменной резьбы и олицетворяет такую связь времен, связь поколений. Белокаменная резьба и советская архитектура. Но вообще необычно, потому что многие люди, я думаю, наши телезрители не догадываются, что это такое произведение искусства сообразное. Они живут в доме, где есть мозаика. Обращали внимание на изображение, но не задумывались, откуда оно появилось. То есть это ведь тоже явление искусства. Да, безусловно. Для меня тут нет каких-то других вариантов. Наверное, это вопрос дискуссионный, но лично для меня тут повода для дискуссии нет. Безусловно, это функциональный, чаще всего прикладной, даже орнаментальный характер. Потому что не всегда это какие-то полотна с композицией, с сюжетом. Часто это простые узоры, часто это какие-то простые мотивы. Это может быть солнышко, кораблики, самолеты. То есть ничего сложного. Но тем не менее, даже это позволяет выделять серые панельки из ряда таких же домов, которые стоят вдоль улиц. И по сути, это все в любом случае формирует такую мозаику визуальную, из-за которой мы город любим. И которая позволяет нам этот город от других городов отделять. Ну правда, и ведь это своеобразная карта. То есть люди могут проследить вот этот путь, побывать на разных площадках города и увидеть эти мозаики. Более 50 я увидела, уже внесенных на эту карту вами. На самом деле, да, объектов больше. Уже около 70, просто еще не все добавлены. Да, 50 объектов сейчас мы обозначили. Плюс мы не ограничиваем все только мозаиками. Мы потихоньку начинаем бывалять и панно, и какая-то интересная кладка. Вот, например, на Судогодском шоссе в самом начале улицы там есть несколько домов с интересной такой кирпичной кладкой. Это тоже специальный сюжет, придуманный художником. Забыл фамилию, к сожалению. Там несколько сюжетов. Паук, филин и так далее. То есть на самом деле это тоже делает окружающий на нас мир более интересным, визуально более привлекательным, более эстетичным. И мы абсолютно уверены, что вокруг мозаик и интересных панно, таких интересных объектов, как мы это называем, непризнанного культурного наследия, потому что пока это напрямую государство не охраняется, вот вокруг этих объектов можно выстроить и некий альтернативный туристический бренд, и туристические маршруты, и туристические тропы, и открытки продавать, и каталоги, и значки, и еще много-много сувенирки. И, конечно же, прежде всего стоит начать со специального сайта, на котором будет собрана вся информация о мозаиках и других объектах. То есть это такой поиск, да, найти год создания художников, авторов этого произведения. Да, это большая работа и с архивами, с какими-то старыми газетами, с Советом художников, у которых тоже есть специальные материалы. Сейчас мы с ними начнем взаимодействовать очень активно. Мы проводили на втором роботическом фестивале специальное обсуждение, на котором присутствовал председатель Владимирского общества художников Дмитрий Холин. Мы с ним договорились, что мы будем очень плотно работать для того, чтобы выявить авторов мозаик. Не всех мы пока знаем, они нам обещали помочь, потому что у них собрано очень много материалов. И, по сути, мозаики позволят по-новому посмотреть на творчество художников, как бы и так известных. И без того известных, но известных по живописи, например. Не монументалисты, скажем так. Да, а это монументальное творчество. Да, это тоже искусство, но немножко другое. Со своей спецификой, со своими особенностями. Потому что масштабы картины отличаются просто в разы от того, что мы видим на торцах домов. Ну и, в принципе, ведь сюжеты самые разнообразные. Как мы уже говорили, от орнаментов и бабочек, из плитки, такими выложенных, до портретов музыкантов, до встречающих, например, с въезда в Москву, есть здание, на котором есть мозаика. По сути, цель ее была приветствовать москвичей, которые приезжали с Олимпиады 80, возможно, или гостей Москвы, приезжавших по Владимиру. Это мозаика, которая называется «Рабочая». То есть на въезде в город гости сразу же понимали, что это город рабочих. Потому что это советский период. Владимир славился своими заводами. Очень много производств. Тут и тракторный завод, и это прибор. Ну, в общем, много-много всего. Это город рабочих. И люди это сразу понимали на въезде в город. И, к сожалению, вот эта мозаика тоже пострадала. С двух мозаик началась наша кампания по спасению мозаики. Это одна из тех, с которой мы начинали. Она находится в Юрьевце, на улице Ноябрьской, дом 105. Там собственник жилья утеплил свою квартиру, получается, по высоте, и закрыв лица рабочих. Мы можем понять, что... Людей понять можно. Да, наверное, хочется как-то утеплиться, чтобы жить в комфорте. Но, тем не менее, тем не менее, мозаика и, в принципе, фасады домов, торцевые стены домов – это некое общее достояние. Поэтому здесь нужны какие-то компромиссы, здесь нужны решения. И мы понимаем, что здесь нужна некая третья сила, которая могла бы выступить арбитром и задать правила игры, обязательные для всех. И мы видим, что этим арбитром могла бы стать администрация города Владимира. Ну, то есть, такой сложный момент, связанный с бюрократическими какими-то трудностями. Признать объектом культурного наследия с помощью каких-то инспекций – это очень сложно, потому что это повлечет за собой трудности для собственников жилья. Придется оформлять документы, возможно, возникнут трудности с ремонтом здания, потому что отдельно мозаику от дома не признаешь. Да, на самом деле, это и есть камень преткновения, потому что отдельно мозаику или панно признать объектом культурного наследия невозможно. Признается все здание, то есть дом в нашем случае. И это создается очень много проблем. Невозможно будет даже простой ремонт произвести. Я уже не говорю о капремонте, потому что это совсем другие требования к проектированию, к стоимости работ, и мы понимаем, что это не выход, это не решение. Посовещавшись, подумавши, мы придумали такой план, что мы хотим предложить на уровне города или на уровне области ввести некий особый статус ценного объекта городской среды для того, чтобы этот статус был закреплен на уровне либо города, либо области. И это статус, который не создавал бы таких обременений, как статус объекта культурного наследия, но тем не менее охранял бы эти объекты. Это нужно хотя бы для того, чтобы их защитить. И в перспективе нескольких лет, словно трех-пяти, пока ведется работа по определению всех объектов, по определению их состояния, по разработке проектов, их реставрации, реконструкции и так далее. По крайней мере, чтобы на протяжении этих лет они были защищены, чтобы мы точно знали, что никакой собственник жилья с ними так не поступит, как случилось на Юбилейной или на Ярской улице. То есть какие-то альтернативные решения, чтобы и люди, потому что практически все дома жилые, да? Большая часть, да. Там есть несколько мозаик на офисных зданиях, например, здания в ЛГУ, это какие-то учреждения, на проспекте Ленина, 73, это какие-то заброшенные заводские территории, которые не очень понятно, кому принадлежат. Это сложно. И очень-очень много жилых домов, да. На самом деле это самый сложный, пожалуй, в переговорах и в поиске решения объекты, потому что мы имеем дело сразу с большим количеством собственников жилья, и здесь нет каких-то простых решений. Но эти решения можно найти, если мы будем это решение искать сообща. Вместе. Ну да, привлекая экспертов и самих жителей. Эксперты, строители, архитекторы, художники, представители администрации, безусловно, потому что без них это невозможно решить представителей управляющих компаний и собственники жилья. И вот как Вы считаете, а почему все-таки, возможно, стерлось какое-то отношение к мозаикам в целом, что это какое-то произведение? То есть почему люди все-таки, кроме бытовых трудностей, мало обращают внимания на эти объекты? Как-то действительно можно спокойно закрыть, утеплителем закрыл, ничего страшного. Сложно сказать, много может быть ответов разных. Наверное, потому что для любого человека важнее его собственный комфорт, важнее то, что происходит внутри его дома, внутри его квартиры. А то, что находится за пределами стен, не воспринимается как личное пространство, как что-то свое. Поэтому и отношение к этому совсем другое. Вот это можно не охранять, к этому не стоит бережно относиться. Мне кажется, что это неправильно. И одной из целей, основных, может быть, даже целей нашего движения сделать, ну, что-то поменять восприятие города таким образом, чтобы весь город воспринимался как собственный дом. То есть мы выходим на улицу, и мы продолжаем считать, что это наша территория, это наше пространство. И мы точно так же сохраняем порядок. Мы не мусорим, ничего не ломаем. Если кто-то ломает, то мы попытаемся уговорить или исправить. Да, то есть мы весь город воспринимаем как свое личное пространство и относимся как к чему-то своему. И вот этого, наверное, отношения не хватает. Плюс мозаики часто носили такой прикладной характер. Они никогда не считались произведениями искусства. Да, то есть у них нет вот этого флюора, наверное, нет ауры, которая могла бы их защитить. То есть это сугубо функциональная вещь, которая есть на стене. Многие даже на самом деле не замечают их. Вот на некоторых стенах есть очень интересная мозаика художника Геннадия Борщева на Жуковского 2. Очень интересная мозаика с сложным сюжетом, с сложными орнаментами. Но там растут деревья высокие, которые практически полностью мозаику закрывают. Не видно. И многие жители даже не подозревают о том, что она там есть и что-то на ней изображено. То есть такие моменты тоже есть. То есть как вариант, как-то попытаться, понятно, что не рубить деревья, но как-то может быть ветки очистить чуть-чуть. То есть как-то сделать заметной мозаику тоже. Сделать ее более заметной. Ее, может быть, открыть действительно. Какое-то кранирование легкое. Легкое кранирование. Не под корень. Но опять же, есть другие способы. Это фотографии, например. Это каталоги, это сайты. У каждого объекта может быть своя страничка. Такой слообразный паспорт. Условно Википедия Владимирской мозаики. По QR-коду или по ссылке можно перейти и посмотреть фотографии мозаики в таком первозданном виде. Ну, в принципе, да. Если даже искать, то ведь можно наверняка найти фотографии. Это все-таки не много столетий назад происходило. Какие-то фотографии, как создавалась эта мозаика. Какой-то, может быть, кто-то фотографировался из местных жителей, тоже это хранил. Поэтому, на самом деле, да, мы тоже планировали сделать. Попросить жителей нам помочь. Наверняка у них в семейных архивах лежат старые фотографии, на которых можно было бы эти фотографии в том виде, в советском еще. Оценить. В периоде оценить, посмотреть. Потому что, на самом деле, это важно. Но ведь каждый объект, подобный, например, мозаика, это какая-то личная история, это какие-то воспоминания. Кто-то, может быть, строил этот дом своими руками. Или родители, или бабушки, дедушки. Кого-то из ныне живущих жителей. У кого-то другие воспоминания могут быть. Это могло быть местом встреч, детские компании, первые свидания, какие-нибудь прогулки. Много-много воспоминаний, потому что это часть города. Мозаики уже настолько вплетены в эту ткань города, что их невозможно исключить. И будет большой потерей, если все-таки мозаики исчезнут с лица Владимира, с лица города. Ну, просто да, проще всего это закрыть, оно постепенно как-то сойдет на нет, или какие-то ремонты провести, и этого просто не будет. При этом мы очень много говорим о том, что нужно сохранять и повышать туристическую привлекательность. Да вот же оно, да? На самом деле, да. Мы говорим про патриотизм, мы говорим про то, что Владимир – это город исторический, который славен своими традициями. Мы должны бережно относиться к памяти предков. Но ведь это все – это тоже память предков. Эти мозаики делали наши родители, наши бабушки и дедушки. И вот сейчас мы можем показать хороший пример нашим детям, нашим внукам, бережно относясь к тому, что нам осталось по наследству. Советский период, он сложный, неоднозначный. К нему можно как угодно относиться, хорошо либо плохо. Но так или иначе, мы продолжаем жить в домах, которые были построены тогда. И многое из той эпохи перешло к нам сейчас. И не стоит, наверное, так огульно от всего избавляться, все это разрушать. Мне кажется, что нужно относиться как-то более бережно, более трепетно. И, по крайней мере, все лучшее, лучше мы можем сохранить это в наших силах. Ну да, и понятно, что многие могут сказать, что ушла эпоха, новые современные материалы. Это понятно, но это часть нашей культуры. Уже от этого ты никуда не денешься. Эти мозаики – это то, что нас всех окружает. Безусловно, можно построить рядом с золотыми воротами гораздо более новые крутые золотые ворота, современных материалов, которые будут идеально геометрически выверены. Но это будут совсем другие золотые ворота. У них не будет той истории, того духа времени, которая такая целая атмосфера, на самом деле, вокруг этих старых объектов. И мозаики, которым уже по 50-60 лет, если брать самые старые мозаики, то есть они тоже уже пропитались этим духом вокруг, у них уже тоже происходило много событий. Они цены только потому, что они выжили, несмотря ни на что. То есть они с нами уже 50 лет, 5 десятков. Это довольно много, это целая жизнь. Ну то есть, по сути, да, это наше пространство городское, важно сохранять. Скажите, а вот, может быть, анализировали какие-то подобные проекты? Может быть, есть что-то похожее в городах России по сохранению мозаик или, может быть, каких-то настенных изображений, узоров, рельефов? В других городах, на самом деле, много-много объединений общественников, активистов, которые собираются, собирают деньги, пытаются тоже мозаики защитить, отчистить, отреставрировать. Но все это носит очень фрагментарный характер. И все, на самом деле, сталкиваются с этими проблемами, прежде всего, бюрократического характера. Потому что спасти какие-то большие объекты на стенах домов жилых, это сложно. Потому что здесь мы встречаемся с этими самыми юридическими проблемами. Как оформить, как правильно назвать? Как оформить, да. Как защитить, какой статус должен быть у объекта. Потому что даже статус объекта культурного наследия, есть прецеденты, их немного, но несколько в стране есть, когда мозаика признавали такие объекты культурного наследия. Но это не очень помогало их отреставрировать. Потому что, опять же, это создает сразу кучу обременений. И мы, по крайней мере, не слышали в масштабах страны о таком прецеденте, как придание некого статуса особого на муниципальном уровне. И если мы сможем это сделать, мы будем стараться. И мы, на самом деле, можем создать прецедент в масштабах всей страны. А есть у вас какая-то, может быть, любимая мозаика, любимый адрес, где частенько бывали, или, может быть, любите прогуливаться? Я бы выделил три мозаики, которые мне очень нравятся. Во-первых, это юбилейные два. Как раз потому, что она олицетворяет преемственность белокаменного зодчества и советского периода. На самом деле, это мозаик. Почему цена? Потому что это настоящий урок по сохранению традиций. И это урок выживания. Потому что тогда, когда этот дом строился, это 60-е годы, тогда боролись с так называемыми архитектурными излишествами. Ну и страна не то чтобы очень богато жила, поэтому экономили на всем. И мы понимаем, потому что мы видим это серые панельки. Но даже в те сложные времена, когда на всем экономили, когда с излишествами боролись, художники нашли способ дом украсить таким уникальным способом. И это урок нам всем, который показывает, что в любых условиях, даже самых сложных, можно постараться сделать что-то интересное, уникальное, оригинальное. Вторая мозаика, которая мне очень нравится, Джуковского 2, про которую я уже говорил с очень интересным сюжетом. И третий объект на Мира-26, это перекресток улицы Мира и улицы Горького. Там такая девушка солнечная на фасаде. Тянет руки к солнцу. Тянет руки к солнцу. Да, такая очень вдохновляющая девушка, вдохновляющая мозаика. Очень поднимает настроение. Я часто на этой перекрестке бываю, в отличие от Доброго. Поэтому, наверное, она мне так нравится по-особенному. Наверняка многие владимирцы, даже общественный транспорт, когда движется, ее видно. Конечно. Ты приезжаешь, смотришь. Она закрыта немножко деревьями. Ну, деревья полбеды, на самом деле. Она закрыта большой рекламной конструкцией. Я так в мечтах думаю, может быть, эту рекламную конструкцию когда-нибудь получится перенести в другое место. Либо совсем убрать. Да, потому что такие объекты, наоборот, нужно показывать. Их нужно раскрывать. Рекламный щит город не украшает. А вот такие объекты, да, потому что, опять же, это тоже авторское произведение. Тоже Геннадий Борщов. У меня какая-то особая связь с этим художником уже получается. И это нужно подчеркивать. Об этом нужно говорить. Было бы очень здорово, если бы дети, наши дети и внуки, потихоньку тоже помнили бы, кто в этом городе творил, кто жил, кто пытался и изменял город к лучшему. То есть, да, это же искусство не анонимное было, а действительно были художники, которые продумывали. У них есть своя история, как мы уже говорили. Скажите, вот из ближайших планов, на ближайшее время, что делать? То есть, сейчас собирается информация о тех объектах, которые есть во Владимире. Вы это обобщаете и наносите на карту? Мы полагаем, что информацию об основных объектах мы уже собрали. То есть, сейчас мы провели несколько встреч с госинспекцией по охране объектов культурного наследия. Они нас поддерживают в нашем начинании. Они нам рекомендовали провести открытое обсуждение с участием Союза архитекторов, Союза художников. Мы его провели. Нас также поддержал главный архитектор области. И наш следующий шаг – это обращение к Совету народных депутатов с тем, чтобы они рассмотрели возможность изменения нормативной базы муниципальной для того, чтобы этот статус закрепить тем или иным образом в документах. И этот статус, мы предполагаем, можно перенести не только на советские мозаики, но и на любые объекты, которые представляют интерес. То есть, это могут быть какие-то вывески советского периода, может быть, более раннего. Это интересные старинные двери. Окна, лепнина, какие-то интересные объекты, фонари, канализационные люки. В общем, все то, что досталось нам от предков и добавляет какую-то изюминку в визуальном облике города. И на самом деле, основные усилия сейчас наши будут направлены как раз на взаимодействие с депутатами для того, чтобы этот статус появился так или иначе. Плюс мы планируем заняться более серьезным восстановлением мозаик. Мы попробуем заняться мозаикой на улице Балакирева с изображением портрета Милия Балакирева, композитора, который на самом деле открывает, только приоткрывает дверь целый мир музыки. Небольшой микрорайон, несколько улиц, которые названы именами композиторов. Там и Танеев, и Чайковского. Улица композиторов, да, многие говорят? Да, 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 это улица композиторов. И мозаика, на самом деле, в ужасном состоянии, плачевном. Там несколько следов ремонта. Часть мозаики вообще не сохранилась. То есть там целый квадрат. И мы хотим попробовать собрать денег и каким-то образом ее восстановить. Попробуем договориться с собственниками жилья, поговорить со специалистами-реставраторами, чтобы они оценили стоимость работы. И третья, наверное, более глобальная задумка. Мы хотели бы оцифровать все эти мозаики, по крайней мере, самые значимые объекты, для того, чтобы они хотя бы в цифровом виде сохранились. Остались. Да, то есть это поможет нам понять колористику, это поможет нам понять сюжет, поможет восстановить те участки, которые не сохранились, а чаще всего много фрагментов отсутствует. И это поможет нам при дальнейшем восстановлении. А если восстановление по каким-то причинам не получится, по крайней мере, у нас останется такой цифровой след, и мы сможем его использовать в каталогах, в сувенирах, в открытках и так далее. Ну да, ведь сейчас огромные возможности, технические возможности, только нужно это все продумать и, собственно, осуществить, чтобы сохранить, сфотографировать, как-то зафиксировать эти моменты. Наверное, один из самых сложных моментов – реставрация. И некоторые мозаики, в принципе, нуждаются в том, чтобы их хотя бы отмыли, потому что какие-то оседают, все равно это пыль городская, за ними нужен уход. Вот это, наверное, тоже отдельный такой вопрос, которым нужно будет заниматься. Кто из специалистов может этим заниматься? На самом деле, специалисты есть. У нас есть огромное преимущество. Я про город Владимир. Рядом Москва, где очень много специалистов, реставраторов, архитекторов. На самом деле, это вопросы решаемые. Технологии современные есть. Они не то чтобы очень дорогие, они доступные. И специалисты есть, которые готовы приехать, показать, обучить. На самом деле, нужно только желание. Нужно просто желание собраться и это все организовать. Ну вот сейчас, если ограничить такой круг единомышленников, сейчас много кто занимается именно этой проблемой мозаики по количеству людей? Мне сложно сказать. Подключаются новые и новые постоянно. Да, если брать наше общественное движение, то у нас три человека, которые стоят во главе. Но я точно знаю, что нас очень многие поддерживают и на каких-то дальнейших стадиях более активных. И я уверен, что очень-очень много человек еще подключатся. Ну и еще такой важный момент. Наверное, тоже сейчас, допустим, в столице много говорили о том, что как идентифицировать каждый дом, как сделать так, чтобы он был уникальным, необычным. Вот, собственно, у нас есть такие дома. Да, это прекрасный способ. Лучшая возможность сохранения. Еще такой из любопытных примеров решения, которое было принято, я так понимаю, на уровне города, если правильно поняла. Многие выкладывают в сеть фотографии Рыбинска, исторического центра города, где все рекламные вывески, которые есть, стилизовали под определенную эпоху. Там, по-моему, конец 19-го, начало 20-го века. То есть ты идешь, ты читаешь узнаваемые рекламные объявления, рекламные названия, но при этом ты понимаешь, что это все очень здорово стилизовано. Это все вписывается в образ города. Вот, возможно, и... Ну, многие говорят, что жалко, такого нет во Владимире. Ну, вот, собственно, начиная с Мазаик, можно эту проблему-то расширять. На мой взгляд, то, что делать в Рыбинске, это интересно, но это немножко перебор, на мой взгляд. Да, всякий дизайн-код нужен каждому городу, и мы тоже много об этом и давно говорим. И так вот робко вроде бы заговорили о некоем дизайн-коде нашего общественного транспорта. Может быть, мы потихоньку подберемся к вопросу дизайна-коде города. Если просто объяснить телезрителям, дизайн-код, что это такое? Дизайн-код – это свод правил, которые описывают, как выглядят вывески, оформление витрин, то есть то, как выглядят наши улицы. Если говорить совсем по-простому, что можно делать на улице, что нельзя, какие вывески можно размещать, какие нельзя. Ну, понятно, что, да, вот эти неоновые рекламы в полстены, которые закрывают вообще все. Яркие мигающие огнями или какие-нибудь баннеры на простой баннерной ткани – вот это все недопустимо. Все-таки сейчас весь мир движется в направлении минимализма. Все-таки мы хотим показать город, а не рекламу. Поэтому должно быть какое-то гармоничное соотношение величины букв, величины вывески, красивое оформление витрин. Если мы говорим про новогоднее оформление, это тоже такая очень актуальная, болезненная тема для нас. Город, на самом деле, много шагов сделал вперед, очень сильно продвинулся, потихоньку эти правила начинают формироваться. Все-таки нужно четкое понимание, что можно, что нельзя, для того, чтобы город выглядел красиво, но не оляписто, чтобы он выглядел стильно. Простите, что перевела про Рыбинск, если вернуться к разговору. Все-таки есть некий перебор, да, то есть важно, чтобы город был и современным, и при этом сохранял какое-то свое историческое лицо, да, получается так? Ну, все должно быть уместно, то есть не нужно придавать какую-то излишнюю историчность новому зданию. То есть если здание построено в 21 веке, ну, не нужно на него вешать вывеску, которая стилизована под конец 19-го, начало 20-го, просто потому что они не сочетаются. Здесь проблема, вопрос дизайн-кода, он такой довольно сложный, потому что у него нет простых решений. И особенно если говорить о таком городе, как Владимир, где буквально на протяжении одной улицы, большая московская, да, сразу стоят здания из разных эпох. И здесь нужны такие очень тонкие, аккуратные, выверенные решения для того, чтобы это все выглядело гармонично. Но вот то, что в Рыбинске, мне кажется, это как раз перегиб вот в другую сторону, да, в противоположную. Такой чересчур историчность. Да, чересчур историчность, да, чересчур стильная, чересчур однообразная. Потому что на самом деле однообразие – это всегда плохо. И Владимир тем интересен, что он представляет много-много разных эпох, много разных срезов, много слоев. Тем город красив, привлекателен, интересен. Ну, наверное, да, это как любой живой организм, да, город как такая живая система, он не может быть одинаковым, не может не меняться, да. При этом вопрос, как он это делает, да, и как это происходит. Спасибо вам большое за интересную беседу. Я думаю, что все у нас получится, если жители действительно будут внимательно относиться к тому, что их окружает, и неравнодушно, самое главное, да. И удастся передать это нашим детям и внукам в будущем. Спасибо большое, Артем. Спасибо. Я напоминаю, что мы беседовали с урбанистом Артемом Чернеем. Разговаривали мы о сохранении культурного наследия, а именно мозаик на городских стенах. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»